Люди оставались без квартиры, но с машиной. Дети не станут лучше, чем мы. Только твой собственный темп имеет значение. Когда ты упирался, оно никак не поддавалось. Но ты упирался и упирался, у тебя эти капли пота. Но ты потом через 10 лет вспоминаешь и думаешь, как это было круто. Все зависит от тебя. Здравствуйте, дорогие друзья. Это подкаст «Соломина». Подкаст про бизнес, саморазвитие и образование. Сегодня у меня в гостях Денис Семенихин. Он является актером, телеведущим, видеоблогером, предпринимателем. В общем, огромное количество регалий. И сегодня, я думаю, у нас получится отличная беседа. Ребят, досматривайте это видео до конца, чтобы оно органически продвигалось в рекомендациях и другие люди посмотрели его тоже. Можете, пожалуйста, рассказать, что для вас важнее? Сам путь или достижение цели? Цель дает нам направление. Или, как я люблю говорить, не цель, а образ будущего. Потому, что я стараюсь как-то обобщенно видеть некий вектор для себя, не формулируя четко его параметры. Потому, что путь внесет корректировки в любом случае. И мне нужна цель или нужен этот образ будущего для того, чтобы иметь направление действий. Но суть моей жизни, конечно, состоит в каждодневных сегодняшних действиях. Я считаю, что основной частью жизни, основным смыслом жизни, для себя точно и думаю, что для большинства людей, является конкретное действие. Вот сейчас мы с вами за этим столом. Это вся наша жизнь. Больше ничего нет. Все, что было до, все оно прошло. Это все, знаете, как фильм на видеокассете на полке. Другой вопрос, что он совсем недавний. Вот там час назад просмотренный. Но это все, это архив. То, что будет, это наше представление и фантазия. А вот то, что есть сейчас, в этом вся наша вселенная. Так я и живу. Просто действую максимально с интересом сейчас. То есть, вы пытаетесь получать удовольствие в моменте, не от достижения цели. И удовольствие, и смысл, и все мое могущество, по крайней мере, мои попытки к воздействию на эту реальность, заключены в этом моменте. Да, я считаю, что научился отсекать момент от всего остального. А как вы ставите себе эти цели? Я стараюсь вбирать в себя по максимуму варианты. Варианты я беру из книг, из внимательного наблюдения за окружающим миром. Из всей совокупности этих ингредиентов варится мой суп внутри. Рождается какое-то блюдо. Блюдо и есть мое действие сейчас. Как я выбираю, я понятия не имею. Но я делаю то, к чему лежит душа. Таким образом, наверное, в душе формируются эти образы будущего. То есть, то, что вас драйвит, то, что вы думаете вас будет драйвить, вы этим и занимаетесь. То, что сейчас драйвит меня. То, что сейчас драйвит. А как часто бывает, что вот сейчас вас это драйвит, а потом мотивация спадает, и вам не хочется этим больше заниматься? Вот, Глеб, интересный вопрос, потому что я не могу вспомнить подобных примеров. У меня, видимо, процесс подготовки, сбора вот этих ингредиентов из влияния мира. И принятие решения о векторе или об этом образе будущего занимает значительное время. У кого-то, я допускаю, что у кого-то из наших зрителей это происходит... Просто человек вышел на улицу, вдруг он увидел какой-то образ. Вот кто-то проехал там на Феррари. Солнечный день. В Феррари вдруг ты видишь там белокурая девушка, длинная нога загорелая. И ты представляешь себя за рулем этой машины. Хоп, у тебя родился образ будущего. И человек такой идет, блин, я так хочу. Вот, вот он я. Он видел какую-то иллюзорную... Это как, знаете, это даже не тень от костра на стене пещеры, как мы говорили, да, там, про древних людей. Это даже не тень от этого костра. Это иллюзия иллюзий. Потому что ты не знаешь ни про эту машину, ни про человека за рулем, ни про эту девушку. Что это вообще обозначает, вот этот образ? Но у тебя это спроецировалось в какой-то... Ты так, я хочу такую машину. Мне нужна такая женщина. И тогда... И что тогда? И тогда, типа, моя жизнь получилась. Очень много людей видят, допустим, человека очень накачанного. С ним очень много девушек. Ему ставят очень много лайков в запрещенной социальной сети. И они думают, вот, сейчас я пойду в спортзал, буду ежедневно заниматься. Они какое-то время занимаются и заканчивают. Ну, конечно. Как думаете вы, в чем основная проблема у таких людей? Глеб, ну, мы... Вот я посмотрел... Я сейчас все-таки прокомментирую ваш канал. Почему я согласился на это интервью? Потому что, посмотрев на содержание... Я признаюсь, я не успел еще посмотреть видео. Но я посмотрел темы и гостей. И посмотрел комментарии. И я понял, что ваша аудитория, во-первых, умеет мыслить глубоко. Во-вторых, хочет мыслить глубоко. И наверняка от нас не ожидает банальности. Здесь это... Но мы сейчас обсуждаем на примитивном уровне. Это всем понятно. Что, ребята, мы не должны считывать вот эти, как мы только что описали, примитивные образы и шаблоны. Мы и так погружены просто в какой-то дичайший ворох шаблонов. И с появлением соцсетей, поверьте, я могу сравнивать время до соцсетей и время сейчас с наличием соцсетей. Количество мыльных пузырей или этих фальшивых шаблонов, их просто дикое количество, сейчас забивает еще не сформировавшиеся внутренние миры людей. Мы должны научиться, каждый из нас, независимо от возраста и опыта, научиться освобождать себя от этих искусственных шаблонов. Попробовать создать свои. Они тоже не настоящие. То есть, у вас сейчас есть образ того, к чему вы стремитесь. Представление Глеба в этом мире. У Дениса есть представление Дениса в этом мире. И то, и другое. Иллюзия. Я об этом тоже говорю часто. Надо понимать это. Но в этом, по сути, смысл нашего существования. Мы пришли сюда на какой-то отрезок. Чтобы наделять значением те лестницы, которые мы выбираем. И, соответственно, наделять значением поражения, которые мы на этих лестницах будем терпеть. Мы творцы этих лестниц и этих пьедесталов наверху. И мы творцы этих поражений. И то, и другое – это наши испытания, наши тренажеры, наши иллюзии. Но хотя бы, ребята, не берите чужие иллюзии. Зачем вам это? Стройте свои лестницы. Придумывайте свои пьедесталы. Спотыкайтесь в своих ошибках. Это будет ваш путь, на котором не будет сожалений. Потому, что наверняка, Глеб, вы тоже можете, да и каждый из наших зрителей может обернуться назад и сказать себе. Я предпринимал где-то неправильный поворот в жизни. Наверняка есть моменты, которые вызывают сомнения. Есть, есть, абсолютно. Но если Глеб принимал решение, а не какой-то образ в Инстаграм, или какая-то несчастная Феррари с какой-то там блондинкой, чужая Феррари с чужой блондинкой, ты скажешь, какой я идиот, зачем я гнался за этой машиной? В 90-е, Глеб, в 90-е я знал людей, которые продавали квартиры, чтобы купить себе тот самый 600-й Мерседес пресловутый. Люди оставались без квартиры, но с машиной статусной типа, понимаете, в которую они вкладывали весь смысл свой в эту машину. Я не говорю сейчас об этом высокомерно. Каждый человек должен пройти свой путь. Но это очень причудливый путь. Потому, что машина не может определять тебя, это всем понятно. Но людям так виделся образ их. Тут есть некая, конечно, противоречия. Как бы, если мы выбираем для себя лестницы и эти образы, какая разница, что мы выберем? Выберешь ты эту Феррари, или ты выберешь запускать людей на Марс? И то, и другое, по сути, пустое. Не нужно гнаться за образами, нужно проходить свою жизнь. Нет, но они тебе нужны. Без них мы никак... Но без них ты не сможешь ставить цели. Конечно. То есть, это все пища все равно. Конечно. Смотрите, мы не люди, если мы не создаем эти образы. Это единственное, как мы умеем жить. У нас нет другого способа. Мы должны рисовать себе образы будущего. Мы не можем болтаться. Нет, ну, может быть, у обочины сидит человек с картонкой и говорит, дайте мне на пропитание. Может быть, у него нет образов будущего. Но я почему-то не уверен. Даже, может быть, у этого человека есть образ будущего. Нам все равно нужны эти образы. И если ты внутренне принимаешь иллюзорность этого, но ты наделяешь это смыслом, ты властелин. Ты уже управляешь. Но я имел в виду, что не гнаться за образами, которые мы видим в Инстаграме. Именно. За своими, Глеб. За своими. Только за своими гнаться. Успех... Вы как раз... Я знаю, что там будет вопрос про успех. Мы можем сейчас уже прийти. Успех. Нет никакого универсального определения успеха. Это все просто куча лжи. Никакого нет всеобщей концепции успеха. Есть только индивидуальный успех для Глеба. Причем, который почувствует только Глеб. Есть индивидуальная концепция успеха для меня, которую почувствует только я. И ответить себе, успешен ты или нет, сможешь только ты. Не важно, что будут говорить твои друзья. Они будут смотреть и говорить... Знаете, мне иногда пишут. Я бы тоже так хотел сидеть на стуле, рассуждать с миллионом подписчиков в Ютьюбе. И что вы думаете, меня количество подписчиков делает счастливым? Я благодарен за внимание. Благодарен за какие-то секунды ощущения, что есть какая-то польза. Но я тут же себя одергиваю и говорю, Денис, ты не знаешь ничего о пользе для других. Потому, что пользу создает сам зритель для себя. Вы понимаете, Глеб, ваши зрители, они создают пользу. Не мы с вами. Мы с вами просто разговариваем сейчас. Да, вы начали тему про успех. И для многих моих зрителей, это довольно молодая аудитория, важно достичь успеха в раннем возрасте. Как мы сейчас обсуждали, есть образы в Инстаграме, в других социальных сетях. И насколько вообще важно достигать успеха в раннем возрасте? Или, возможно, это не совсем обязательно? Я знаю точно, что это дико важно в раннем возрасте, почувствовать степень успеха. Как он к тебе придет и придет ли, это находится в руках, не знаю, каких-то сил других, судьбы, не знаю. Причем успех, опять же, в раннем возрасте, он многоликий. Успех у женщин, если аудитория мужская, да, в основном. Здесь я вот сейчас вспоминаю подростковые годы, но он совершенно не был гарантирован. Это чистая случайность. То есть, например, мне, и я порой задумываюсь, что, Денис, вот с чего все началось. Потому, что мы еще поговорим о женщинах, я думаю, это точно будет интересная тема. У меня началось с того, что не самое первое, но вот в 15 лет я влюбился в одну девчонку, которая просто, это для меня был просто образ на расстоянии, фантазия о ней. Я ее практически не знал. А в 16 лет первые отношения сразу получилось так, что эта девчонка была первой красавицей в этом пансионате, где я рос. И она тоже выбрала меня. То есть, получилась чистая случайность для подростков в 16 лет, что ты, получается, достиг успеха, абсолютно не повлияв на это, по чистой случайности. Что девчонка, которая понравилась тебе, ты ей понравился тоже. И все вокруг стали говорить, о, там, Денис, ну, конечно, вот у него, потому что мышцы, я уже начал тренироваться, его Аня выбрала его из-за мышц. И вот это все, конечно, меня это ранило все, но суть-то в глубине оставалась одна. Я получил успех по чистой случайности. Поэтому в молодом возрасте, в подростковом, когда вам 21, 22, 23, 25, это уже, конечно, более серьезный возраст, успех, естественно, важен во всех сферах. Мы сейчас говорим не только про финансы. Я недаром начал с личной темы, потому что она зачастую является базой. Если вдруг ты терпишь какие-то отказы от девушек, я понимаю прекрасно, что эту внутреннюю боль нужно будет чем-то компенсировать. Возможно, эти ребята сильнее устремляются за финансовыми какими-то аспектами, чтобы все-таки доказать. Понимаете? Точно так же, как в моем детстве, так как я рос в такой привилегированной, несколько прослойки, и все мои сверстники-друзья были из обеспеченных семей. Никто из них, практически никто, не стал бизнесменом в таком классическом понимании. То есть, человек, который служит деньгам. Я сейчас не хочу никого обидеть. Деньги – это такая же категория. Вы понимаете, да? Деньги ради денег. Потому, что люди выросли в деньгах. И они искали воплощение себя в других ориентирах. Им могли сопутствовать деньги, могли не сопутствовать. Вы понимаете? Но не деньги были самоцелью. То есть, мы все равно все время что-то компенсируем. Опять, я сегодня приношу извинения, что я так глубоко сразу ухожу. Слишком. Ну, зато без поверхностных каких-то вещей. Сразу все глубоко обсуждаем. А вот к вам в 16 лет успех, он пришел случайно. Я так понимаю, но вот в личной сфере. Да, но не финансовые. Но не финансовые. А когда финансовые впервые пришел? В 30 лет. В 30 лет? Не, ну я рассказывал вот свою историю вообще про денежную тему. Есть такой хороший выпуск у меня. О моем отношении. Вообще деньги, там что-то мое отношение к деньгам. Я не помню, как так формулируется. Много просмотров, там прям людей зацепило. У меня были первые успехи самостоятельного бизнеса. Тогда, ну, в 90-е, там, мне кажется, надо было быть просто... Надо было просто ничего не делать, чтобы не достигать успеха. Возможности были повсюду. Сравнивать время сейчас и время тогда, это просто вообще какие-то разные галактики. А серьезно? То есть, сейчас не похожи? Абсолютно серьезно. Сейчас, слушайте, сейчас степень активности столь велика. И конкуренция. Я уверен, что и сейчас возможностей немало. Их не стало меньше. Но тогда все поле состояло из возможностей. Это просто было пустое поле. За что ни берись, везде пустое место. Просто хватаешься и делаешь. Поэтому я сразу получил какой-то успех. И подумал, ну, имеется в виду финансовый... Потому что там полу... Ну, я сейчас не буду возвращаться. В 21 год. В 20. А в 20? Да, даже еще 20 не было. Да, где-то в 19. По-моему, это было в мае. Да, когда вот эта сделка мне удалась. В мае. А в июле у меня день рождения. Да, почти 20. И по сути, это мне позволило уже там на год вперед у меня были деньги. Это я сейчас... Это даже если так достаточно широкую ногу жить. То есть, я сразу получил такую прибыльность, которая мне открыла хотя бы возможности помечтать, что я могу с этими деньгами сделать. Понимаете, да? То есть, можно было купить какую-нибудь там шикарную машину, которая мне не была нужна совершенно тогда. А можно было отправиться куда-нибудь далеко, к чему я всегда стремился, увидеть мир. Что я и сделал, в общем-то, на эти деньги. И какие были ключевые факторы успеха в финансовой сфере у вас? Я объясню. Значит, там была простая вещь. Я помог людям открыть видеопрокат. Прокат видеокассет. Тогда это было очень популярно. В Германии для русских эмигрантов. По чисто случайности, я оказался там по студенческому обмену. Увидел на каком-то мероприятии, познакомился со взрослыми людьми, с русскими немцами, которые там жили всей семьей, с детьми. И они были в сообществе русских немцев. И они говорят, Денис, я не знаю почему, я не помню, как зашел этот разговор, но помню суть. Если ты сможешь привезти нам всю золотую коллекцию советского кинематографа на видеокассетах, то мы купим там типа по 25 марок за кассету. Я сейчас не помню цену, что-то такого типа. И я говорю, давайте список. Список фильмов. Я попытаюсь это сделать. Я уже тогда, не занимаясь этим, я просто знал, сколько было видеосалонов в Москве. Видеосалоны, это сейчас, наверное, тяжело понять. Это такие полуподвальные кинотеатры, где люди смотрели видеомагнитофоны вместе, купив билет. Представляете, сидят 30 человек и смотрят какой-нибудь фильм с Ван Дамом. В общем, повсюду были видеосалоны, и они записывали кассеты. Ты мог домой себе просто купить эти фильмы. И все, я накупил пустых кассет корейских тогда, только появились корейские видеокассеты. И совсем недорого. И сдал в какой-то видеопрокат на этом видеосалон на Новом Арбате, на Старом Арбате тогда. И мне записали прям по списку. Они говорят, мы все запишем. Просто все, у меня там было сотни фильмов. И отвез это туда, и получил деньги. Как видеть такие возможности? Это же колоссально просто, это удивительно. Просто случайность. Просто случайность. Но это было направо и налево. Просто повсюду были такие варианты. И все, просто получил предложение, получил расценки, посчитал. Но очень большую роль играла разница в курсах. Потому что уровень цен здесь... Это был какой, значит, у нас получается 90-й год. Уровень цен. Ну, к примеру, зарплата по курсу доллара. В смысле, зарплата. Стипендия по курсу доллара у меня было, получается, 9 долларов, наверное, в месяц. 9 или 8. Это стипендия за четверки-пятерки. 50 рублей. А курс доллара был, наверное, 6-8 тогда. Ну, вот, соответственно, понимаете, одна кассета ценой там 25 марок. 25 марок это типа 16 долларов, 17 долларов. Ну, тебе это уже у тебя 3 месяца стипендия. Солидно. Да, если ты сотни этих кассет отвез, ну, вот у тебя сразу деньги на то, что... Ну, по студенческим меркам, даже если жить, то вообще там на 10 лет. А если так по взрослым, то, может, на несколько лет. А другие ровесники чем-то подобным занимались? Все что-то пытались. Очень хорошее время было. Знаете, я вспоминаю те времена. Я учился в финансовой академии. На факультете международные экономические отношения. Мы сегодня с вами коснулись темы, да, Мехматов МГУ, да, и вообще экономфака МГУ. Вот, в общем, я поступил в финансовую академию, хотя учился в школе юного экономиста при МГУ. С седьмого класса уже, типа, такой для школьников. И на первом курсе мы все учились. Значит, первый курс, это у меня с 88 по 89. На втором курсе мы учились так, ну, еще учились, учились. А на третьем курсе начался этот просто дичайший взрыв совместных предприятий в экономике страны. То есть, это получается у нас в 88-м, я поступил, в 90-м. 90-й год, это был просто год гигантских перемен в системе образования, по крайней мере, высшего. Преподаватели уходили, просто один за другим. Представляете, у вас не так давно еще было студенческое время. Да. Ты приходишь, да, преподаватели просто, этот уволился, этот уволился, этот уволился. Ты, как человек, вступающий в жизнь, чувствуешь это просто кожей, что мир вокруг, это как, вы знаете, как матрица, которая рассыпается. Все вокруг тебя начинает рассыпаться. Сейчас никто, это очень сложно передать это чувство, если ты не прожил это. Я понимаю, что еще немало будет снято, наверное, фильмов про 90-е и вообще, как оно все было. А все началось с 90-го, по сути, потому что в 90-м году вот эта матрица начала, по крайней мере, по моим ощущениям, распадаться. И преподаватели уходят, студенты практически, ну, мы не сидели на парах, мы сидели в кафе и обсуждали какие-то бизнес-сделки. Я серьезно говорю, Глеб, я выходил в конце дня с головной болью из института. У меня, потому что все время я не успевал позавтракать толком, и я, значит, выходил оттуда. И я такой думаю, блин, почему я такой уставший? Что я за сегодня сделал? Я понимал, что я был на половине одной пары. Я думаю, что я делал все остальное время? Все остальное время мы сидели с газетой «Коммерсант». Значит, то, что там все читали газету «Коммерсант». Ну, понятно, финансовая академия, что тут говорить. Все обсуждали финансы и хотели быть академиком в области финансов. И все какие-то продавали, знаете, за несуществующие деньги покупали несуществующие составы с углем, с деревом и с чем-то. То есть, этим дышало экономическое студенчество. В общем, такое было время. Ну, возможно, именно ваше окружение такое было. Ну, в экономическом ВУЗе, да? Да-да-да. Я предполагаю, что на мехматике были другие процессы. На мехматике, да, там другие процессы. Хотя тоже, я уверен, не менее интересные. Потому, что очень многие банкиры вышли из технической среды. Как вот я так почитываю иногда, вот какие-нибудь люди, да, там из списка Forbes. И я смотрю, очень много людей, либо там из физтеха, из Бауманского. Ну, в общем, с инженерными или математическими специальностями. Удивительно. Что вам вообще дало высшее образование по итогу? Есть какая-то польза по итогу? Безусловно. Глеб, я думаю, таким образом. Вообще, насчет всех этих навязанных нам с детства конструкциях. Оценки в школе, поступление в институт. Мы же пришли в эту конструкцию. Не мы ее с вами придумали, да? Мы родились. Малышами ходили, ходили. Что-то там хотели играть. А нас заставляли учиться, учиться. Мы примеряли на себя вот эти модели, что ты должен показать себя, получить за это какой-то, значит, фидбэк в виде оценки. Это причем по-другому и не назовешь. Оценка тебя. Отлично или неудовлетворительно? Тебя будут ругать или тебя будут хвалить? Мы начинали себя вот так вот обтесывать по чуть-чуть, чтобы вписываться в эти социальные стандарты. Когда-то в жизни, и я думаю, что наши зрители сейчас уже подходят к этому этапу, ты должен переосмыслить полностью все эти стандарты. Сказать себе, где то, что на меня надели в виде вот этих оценок в соответствии ожиданиям семьи, в соответствии ожиданиям друзей, в том числе, кстати. Мы ведь какую-то репутацию собираем. В какой-то момент нужно себе сказать, я готов снять с себя все эти картонные вот эти вот надетые на меня формуляры и ответить себе на вопрос, что на самом деле я хочу воплотить. Какие себе оценки я собираюсь давать? Высшее образование, возвращаясь к вашему вопросу, дает тебе, безусловно, упорство. Упорство порой в иррациональных задачах, потому что зачем тебе сдавать этот предмет, когда ты думаешь, что он, может быть, никогда в жизни больше тебе не понадобится. Но упорство тебе понадобится. Умение сделать что-то, как я часто говорю, усилие без награды. Давайте так, скажем, усилие с незначимой для тебя уже наградой. Потому что если в 16 лет тебе было важно, потому что родители проверяли дневник, а может, у кого-то уже и не проверяли, то в 20 лет, в 21, может быть, уже родители и не проверяют то, как ты сдал сессию. Но ты все равно хочешь получить эту оценку или этот диплом, несмотря на то, что для тебя это уже незначимо. То есть, усилие без значимой награды. Ну, здесь нет однозначного ответа, нужно это или нет. Я все-таки считаю, что дела здорово доводить до конца, воспитывать в себе это качество. То есть, если поступил, то доучись. И еще, если ты поступил, то доучись на отлично, верно, понимаю? Что там происходит, ты должен в какие-то бессонные ночи, во-первых, они должны быть бессонные ночи по этому вопросу, и не одна. И ты должен себе ответить на вопрос. Именно себе. Это лень, это желание тусоваться, большей частью. Или это действительно твое внутреннее убеждение, что ты сможешь без этого все показать, что ты готов к этому взрослому миру. Взрослым миром я называю тот мир, где только ты будешь себе расставлять эти оценки. Все, закончились дневники и зачетки. Только ты. Вот, так что, если вы с собой этот диалог провели и сказали себе, что в глубине сердца и души вы убеждены, тогда надо пробовать. А зачем тогда вы доучивались, когда вы уже вовсю воротили бизнес-дела? Воротил-то нет. Ничем я не воротил. У меня там получилось что-то одно. Нет. Это смешно называть. Достаточно успешно, на самом деле. Да, да. Ну, вы слушайте, один раз это не тенденция. Нет, это просто случайность. Я это понимал, кстати, прекрасно. Я, во-первых, у меня были некие... Во мне вообще довольно сильно развита благодарность семье. И чем дольше я живу, тем больше я понимаю, какой невероятный фундамент в меня был заложен семьей. Я вообще не смогу провести грань между тем, что сделал я, а что сделала... Понимаете, не семья сделала для меня вещи, но в меня было вложено так много. Того, что я дальше смог реализовать в какие-то достижения, что сказать, где здесь я, а где здесь вот этот грунт, который был заложен в детстве. Знаете, вот эта плодородная почва. Я не смогу эту грань провести. Но благодарность во мне очень велика к семье. И я думаю, что я из благодарности семье считал, что я должен держать эту планку. И как будто бы красной нитью сейчас проходило, что все время необходимо развивать в себе дисциплину. Как это можно делать? Какие есть практики? Я не знаю, на самом деле, как. Сейчас я подумаю. Дисциплина, безусловно... Знаете, как? Наверное, не дисциплина, а постоянство. Постоянство. Я, по крайней мере... Это все просто слова, конечно. Я для себя называю это постоянством. Когда я берусь за какое-то дело... Уже у меня этих дел, как вы сами сказали, их довольно много. И очень разных, казалось бы, несовместимых. Я очень рад по этому поводу. Я себе именно так все это и видел. Наверное, мечтал, чтобы было так. Я, если берусь за какое-то дело, я его все-таки стараюсь делать... Способен делать довольно продолжительное время. Вот здесь продиагностировать, каким образом у меня это получается, я не могу. Я не скажу, что мне приходится напрягать силу воли для этого. Понимаете? То есть, типа, мне хочется бросить, а я говорю себе, нет, Денис, ты должен. Вот у меня такой диалог не идет внутри вообще. То есть, я бы сказал, что у меня вообще какой-то минимум насилия над собой в жизни. Мне вообще даже не верится порой, что так можно жить. У меня есть внутренняя работа, безусловно. То есть, есть вещи, которые я пытаюсь как-то сопоставить. Найти здесь... Найти какой-то... Не то чтобы выбор, а какой-то баланс. Вот с балансом эта штука вообще сложнейшая. Это мы отдельно поговорим. Особенно, когда у тебя много направлений. Где этот баланс? Где баланс между трудом и отдыхом? Где баланс между выгоранием и невыгоранием? Это сложнейшие темы навсегда. Нет, никто из нас на этот вопрос не ответит. И никогда человечество не ответит на вопрос баланса. Но вопрос постоянства. И если ты взялся... Вот я когда-то там взял на себя тему менеджмента. Управление людьми в сфере спортивных... Управление спортивными клубами. Сложная сфера на самом деле. И сейчас... Ко мне поступали предложения. Я даже думать об этом не хочу. Потому что я знаю, насколько это сложно. Но когда я занялся этим, то я этому посвятил энное количество лет. Достаточно много. Почти десятилетия. И ни на одном из этапов не было так, что я сказал себе... Как мне не хочется это делать, но надо. Типа того. Я считал, что я делаю это. Делаю это достойно. И надо поставить себе где-то в перспективе точку. Я себе поставил рубеж, когда я закончу. Понимаете, да? Я вообще не учитывал финансовый вопрос. Я учитывал финансовый некий запас, который у меня должен быть. Но я не думал о том, что с момента, когда я закончу работать, я в следующий месяц не получу снова зарплату. И через месяц опять не получу. А это значит минус. И еще минус. Понимаете? То есть, ты же можешь таким образом сесть, ну, как математик, или как просто любой человек. Ты понимаешь, что не сделанные или не полученные средства, это фактически потерянные средства. Но это не так. То есть, в действительности это не так. Это ошибочная конструкция. Потому что, во-первых, ты можешь запутать себя сам. Кто рулит тобой? Деньги? Это, знаете, как есть отличное выражение, что деньги – хороший слуга, но плохой хозяин. Поэтому они не могут рулить тобой. Они должны служить тебе. Это в идеале, да? Упрощаю. Но в точке, когда я поставил себе как финальный рубеж, я сказал, что все. Вот это точно. 36 лет. Это было прям... То есть, я сказал себе, летом в 36 лет я должен заняться кинематографом. Вот, представьте, сколько прошло лет, я только сейчас начинаю делать какие-то фильмы. То есть, у меня, конечно, как я уже часто говорю, я такой у меня улиточный просто темп черепаший по некоторым вопросам. Но мне все равно. Глеб, я нищий. И с ребятами я делюсь, с нашими зрителями. Не нужно себе устраивать какие-то гонки с воображаемыми этими, значит, супер успешными персонами. Тиктокерами, блогерами. Ребята, нет никаких гонок вообще. Не существует этого всего. Вы, вот сейчас популярные компьютерные игры, это все просто искусственный нарисованный мир. Только твой собственный темп имеет значение. Иди уверенно со своим собственным темпом. Отвечай себе на вопросы, сколько дел. Кто-то встает в 4 утра и делает 20 дел за день, а ты встаешь в 9 утра или в 11. И делаешь одно дело за день. Прекрасно. Если ты это дело делаешь по-настоящему и с кайфом, как мы говорили. Вот как сейчас мы сидим, для меня вся вселенная остановилась. Есть только это. Все. В этом весь вкус. Нет ничего больше. Вот он вкус. Вкус жизни. Он здесь, сейчас. На самом деле звучит очень круто и позитивно, но как будто бы слишком идеально. Неужели никогда не было каких-то провалов, таких тяжелых моментов? Да, естественно. Конечно. И как с ними справляться? Или можете какие-то примеры привести? Нет, по большому счету провалов не было. Были ошибки, которые мне быстро удавалось исправлять. Были развилки, где нужно было не... Знаете, как есть дилемма, когда у тебя два неудачных варианта, а есть, когда у тебя два удачных варианта. Но тебе все равно нужно выбрать. И ты не можешь пойти. То есть, вот эта дорога, и там, как мы говорили, и там вот эта девушка длинноногая с Феррари. А там, значит, тот блондинка, а там брюнетка. И, значит, другая машина. И Ламборгини. Но ты должен либо туда, либо туда. Ты никак не можешь сразу. Или сказать, слушай, давай с тобой утром, а с тобой вечером. Вот не получится так. То есть, ты должен четко совершенно выбрать что-то одно. У меня это было в сфере профессиональной деятельности. И тогда у меня появилось это дичайшее... Ну, и сегодня же у нас интервью, соответственно, я могу так это зайти на распашку. У меня появилась мысль, а если бы, если бы, как вот в некоторых эзотерических книгах, почему я не могу иметь одно осознание или одно сознание, но два физических воплощения, почему я не могу жить... Вы понимаете, да? В двумя параллельными жизнями. Я взял... Я выбрал это предложение по работе, и я выбрал это предложение по работе. А информация стекается в один. То есть, это не значит, что это два Дениса. Нет. Это просто один Денис в двух дублирующих проявлениях. Это, естественно, я же все-таки читал философскую литературу, и я подумал, так, здесь как раз математическое мышление помогает. Очевидно, что два варианта... Это не все. Ты не захочешь останавливаться на этом. Потому что есть еще третий вариант. Потому что, взявшись за два разных профессиональных направления, во-первых, есть вероятность, что тебе захочется пойти по третьему, а также ты ведь будешь уставать, и тебе захочется параллельно расслабляться. Таким образом, мы имеем уже как минимум три варианта себя, где два занимаются разными профессиональными сферами, а третий расслабляется за них. Понимаете? Все то, что ты не успел, потому что ты работаешь по 16 часов в сутки на одном варианте, и по 16 часов в сутки на другом варианте, и тот, и другой вариант тебе интересен. Но где-то друзья курят кальян, или летают по всяким странам и чилят где-то на пляже. И ты такой чувствуешь вот это, знаешь, как называется fear of missing out, что ты пропускаешь что-то. Хоть ты и здесь, как там какой-нибудь Маск, да, вот он и ракеты строит, и машины строит, и солнечные батареи. Но ведь он же тоже себе говорит, я не успеваю что-то очень важное, я что-то упускаю. И вот смотрите, Глеб, сейчас просто следуйте за мной. Я пытаюсь. Я понял. Да, я знаю, это сложно. И теперь я подумал, так, если продолжить этот процесс, вот у меня, или у любого из вас появляется эта сверхвозможность дублировать себя, мультиплицировать себя. И вот ты пошел по этому пути, по этому, по этому, по этому, по этому, по всем путям. А дальше, у тебя ведь еще есть вопрос территориального места на местоположение, ведь ты же еще можешь быть в разных местах, и все равно тебе будет мало. И вот в чем суть. Нам всегда будет мало. Глебу, Денису, каждому из наших зрителей, всегда будет мало. Я, по сути, с вами говорю про самопознание. Я понял насчет себя, что мне всегда будет мало. Вопрос в том, что я буду вечно спорить о том, какой путь лучше. Я буду считать, что здесь я потерпел неудачу, а там, наверное, могло бы быть лучше. А ведь я мог бы вообще отдыхать. Может быть, вообще. Я вас уверяю, многие люди, которые очень много работают, думают порой, почему бы не сидеть под пальмой, и вот упал там сверху кокос или банан. Ты съел, а другой тебе говорит, ну, слушай, ты чего, собери это все, что падает, отнеси на рынок, заработай деньги. Он говорит, и зачем? Ну, потом будешь сидеть и ничего не делать. Он говорит, а я и так сижу, и ничего не делаю. То есть, каждый занятый человек мечтает о том, чтобы просто вот просто смотреть на мир и ничего не делать. Мы всегда будем спорить с собой внутри, как лучше. И именно поэтому после долгих исканий я пришел к концепции здесь и сейчас, что я делаю любой выбор, любой выбор. Как, например, прийти на это интервью. И именно здесь воплощается наш смысл, и я знаю, что это единственное, что у меня есть. Таким образом, тема неудач. Ты потерпел неудачу, отлично. Это твой рассказ самому себе. Но все уроки и весь кайф, он находится вот здесь, в этой неудаче. Неудача зачастую превращается потом в дико полезный урок. Более того, вот ребятам, которые сейчас стремятся и борются, и у них не получается, у вас будет отрезок, когда вы не стремитесь и не боретесь. И когда вы будете вспоминать период один и период два, больше вкуса жизни вы всегда будете чувствовать в том периоде, когда вы стремились и боролись, и терпели неудачи, но был вкус жизни. Понять это можно ретроспективно, понимаете, Глеб? Когда ты упирался, а оно никак не поддавалось, но ты упирался и упирался, у тебя эти капли пота, но ты потом через 10 лет вспоминаешь и думаешь, как это было круто. Я был живой, я был живым, ты говоришь себе. А потом отрезок, у меня были отрезки, когда я просто студент прохладной жизни, я просто прохлаждался. Или мне нечего вспомнить, кроме пустоты. Пустых каких-то девиц, которые были вокруг меня, пустых каких-то этих охот за ними, за развлечениями фактически, за вот такой разгульной жизнью, в которой нет вот этого, знаете, когда ты пытаешься сдвинуть несдвигаемое. Вспомнишь, ты всегда когда-то пытался это двигать. Я вот сейчас учебу вам гуспоминаю как раз. Это что и круто. Когда-нибудь вы будете внукам своим рассказывать. Да, постоянная борьба и примерно такие эмоции. Но это был вкус жизни, действительно так и было. Это, слушайте, у меня просто, благодаря моей семье, технического математического склада, у меня такое просто... Я думаю, причина, что я согласился сюда приехать. Я так все время говорю, согласился. Кто ты такой? Что соглашаться? Но я, тем не менее, да, вы предложили, я согласился. Связано с тем, что я, конечно, глубочайшее уважение испытываю в вашей сфере. И вообще, к людям, которые учатся на технических, математических специальностях, это просто... Это для меня... Ну, это что-то из такого, знаете, непознаваемого для меня. Я думаю, ребята очень оценили это, потому что у нас аудитория примерно такого склада и есть. Хотя, я думаю, сейчас очень много людей посмотрят, которые до этого не смотрели видео на нашем канале, но у нас довольно часто бывают люди с мехматингу, с физтеха, то есть канал в большей степени посвящен конкретно этому. А вот вы часто еще говорите про кубический сантиметр удачи. Вот, мне кажется, сейчас в тему про это рассказать. Что это такое? Да, 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 в тему. Ну, это просто поэтическое выражение. Это Дон Хуан таким образом там выражался в книгах у Кастанеды. Естественно, не нужно сразу огульно делать выводы. Там, на самом деле, сколько там? Порядка 11 книг. Там довольно любопытно изложена система взглядов индейцев, продвинутых индейцев Латинской Америки, древней Мексики. И так вот, кубический сантиметр шанса, это называлось так в точности, но в русском переводе, это некое сплетение обстоятельств, случайно произошедшее, к которому ты должен быть готов. Эти кубические сантиметры шанса везде вокруг нас летают. Их, просто можно сказать, что наша вселенная из них состоит. Тот человек, который упирается в эту стену или ломится в эту дверь, которая просто не открывается упорно. Я был в таких положениях, когда вот я видел, когда я пытался создать первую телевизионную программу, например, я делал об этом выпуск отдельный. Прямо вот вся история, когда я видел дверь, знаете как, я вижу дверь, я понимаю, что нужно сделать. У меня есть те, кто дают мне советы. У меня есть ресурсы для того, чтобы эту дверь открыть. Она не открывается. Больше года. Рекламодатели были подтянуты. Письма были от Олимпийского комитета России, написаны на НТВ. То есть, у меня были ресурсы, вы понимаете, потому что я управлял этими спортклубами, у меня была возможность сделать такое письмо от Тягачева, Леонида, это председатель Олимпийского комитета России в те годы, в нулевых годах, генеральному директору телеканала НТВ, оказать содействие Семенихину в создании телепрограммы. И дверь не открывалась. Не получалось. Отписывали в бюрократической тени все это ввязло. Я сделал пять пилотных выпусков. В общем, был найден даже рекламодатель в эту телевизионную программу. То есть, казалось бы, я сделал все, чтобы эта дверь открылась. Ну, просто она не может не открыться по всем законам. Вы понимаете? И вот, говоря о кубическом сантиметре шанса. А где-то вокруг летал этот кубический сантиметр шанса, который реализовался. Просто я получил вдруг неожиданный звонок. Абсолютно из другой сферы. Имеется в виду телевизионный, но другой телеканал. Другая концепция. Но если бы я не бился в эту дверь, я не был бы готов к этому сантиметру. Вы понимаете? К этому... К этой возможности. Вокруг каждого из наших зрителей огромное количество этих кубических сантиметров летает. Готов ли ты? В первую очередь, конечно, духом. Это нельзя... Опять, это все-таки эзотерика. Это невозможно описать и просчитать математически, потому что это недоказуемо. Ты не можешь это доказать. Тем не менее, этот закон куда надежнее, чем все... Которые мы изучаем. Изучаем в школах, в институтах. Потому что если ты прикладываешь усилия к какой-то двери, к какой-то вот этой нездвигаемой стене, то ты наращиваешь силу духа. Вот эту некую энергию, которая в тебе. Ей все равно должен быть найден какой-то выход. И вселенной проще... Это опять, это сейчас моя вольная интерпретация. Проще предоставить тебе эту запасную соседнюю дверь, которую ты не видел в виде этого шанса, чем оставить этот избыточный энергетический потенциал нереализованный. Наверное, так я мог бы объяснить. Я вижу, у Глеба мутнеет взгляд, потому что он как математик не может осознать, что было сказано. Неужели не бывает таких ситуаций, когда человек долго бьется... Не дождался, да? Во-первых, не дождался. А во-вторых, бывает, что человек может всю жизнь этим заниматься и не получает никакого успеха. Точнее, не успеха, а не достигает чего-то. Не знаю. Не думаю. Вот честно, опять, мы живем все-таки все в немножко разных вселенных. И мы сами куем эти вселенные внутри. Я бы мог сказать, например... Кто-то мог бы мне сказать, Денис, ну, типа, тебе по вере твоей. Вот ты в это веришь? И поэтому так получается. Но я бы не смог с этим согласиться, потому что я ничего не знал про эти концепции. Я просто делал. Потому что когда ты делаешь... Ну, вот ты ставишь себе цель, вот как с этим телевизионным проектом. Ты ставишь себе конкретную задачу, и ты стремишься ее выполнить. Ты не думаешь об эзотерике. Ты не думаешь, о, где-то сейчас Семенихин говорил, что должен где-то летать какой-то сантиметр. Что за чушь? Да, то есть, ну, реально, это же просто полный бред. Ты делаешь конкретные дела в материальном мире, которые должны подчиняться определенным логическим законам. Но они не подчиняются логическим законам. Как я приводил в примерах, и вы только что привели. Человек делает и делает, но дверь не открывается. Если ты внутренне убежден, что ты все равно, ты все равно будешь делать. Потому что тебе нравится этот процесс. Вы понимаете? Даже, то есть, надо полюбить попытки открыть неоткрывающуюся дверь. Вот, наверное, так скажем. Вот есть, я все время теперь смотрю на эту дверь. Да, она не открывается. Но мне так нравится в нее упираться плечом. Одно плечо отработал, другое плечо отработал. Правой, левой рукой устал, ногами, спиной. Мне нравится, я полюбил этот процесс. Я ухитрился себе объяснить, что моя жизнь состоит вот в этом, в этой задаче. Глаза горят. Я не позволил себе упасть, сесть и сказать, да ну, все вообще, все пустое. Нет, не пустое. Вот есть задача. И тут вдруг замаячило где-то, помните, как это, граф Монте-Кристо? Что-то вдруг там что-то подкоп, какой-то можно под дверью. Вдруг ты видишь, а там вон мышка какая-то скребет. О, мышь. Можно расширить тоннель. То есть, мне кажется, что те люди, у которых не получается, это они себе, наверное, наверное, я не хочу судить, но, может быть, позволили духу своему немножко сникнуть. Не давайте духу сникать. А как много случаев, когда люди выгорают, или это тоже... Вот. Это сник дух. Да, конечно. А помогает ли спорт вам прокачке своего дела? Безусловно. Конечно. Для меня спорт это просто, это чисто то же самое. Можете рассказать, как вы начали им заниматься? То есть, как вы себя посвятили спорту, и почему он вам принес так много пользы? Ну, начал-то я заниматься с детских горных лыж, просто. У меня в семье горные лыжи был семейный вид спорта. У меня старший брат, двоюродный, он был мастером спорта Советского Союза, будучи рожденным в Москве, что вообще там практически невероятно. и будучи тоже внуком академика, так же как, ну, то есть, мой брат, это как бы, у моего деда два сына, у них два сына. Все, вот это вот я и мой брат. И Алексей его звали, значит, и Леха, он ну, просто офигенным успехом пользовался в горных лыжах. Занял второе или третье место, я сейчас не помню, на первенстве Советского Союза. Только в этом случае давали, ну, и, соответственно, он кандидат в сборную СССР был в 16 лет. И да, это просто, да, человек, который потом поступил на физфак МГУ, физический факультет МГУ. Ваша семья поражает, конечно. Меня самого. Суперсемейка. Я сам удивляюсь. Это все дед. Это все просто, это все вот эти лучи деда. Это просто, короче... Как думаете, тут роль Гена? Я не знаю. Если бы у меня были ответы, я просто знаю, что я счастлив по этому поводу, и все, и просто горжусь, безмерно не горжусь в плане гордыни, а что я просто сам благодарен, что вот так получилось. Я же не выбирал. Никто не выбирает семью, в которой ты родишься. Да, вот ты родился с тем, что есть. Но надо научиться, наверное, гордиться тем, что есть. Вот мне не приходится этому учиться, я просто, просто повезло. После этого в 15 лет я стал компенсировать, что сильные ноги от горных лыж, а вверх, так, я там подтягивался раз пять, наверное, будучи вроде как суперспортивным таким подростком, вот, но худым. И все, я начал тренироваться, ну, там, конечно, сыграла роль вот эта Надя, там, первая моя вот эта, любовь вымышленная, то есть, это просто такая Надя с ореолом, значит, она там где-то с родителями в Англии жила, посмотрите, в советские времена, в общем, я просто, Надя боится ездить на метро, и я помню, я представился, я просто Надя принцесса, вот она, она боится, кто-то мне рассказал, что она боится ездить на метро, потому, что вот они там, в общем, девушка из такого сказочного мира, и вот я хотел, значит, думаю, вот мышцами, это я ее точно завоюю, а потом получилось, что завоевал другую, завоевал Аню. Опять же, кубический сантиметр удачи, то есть, вы были готовы. мышцы, мышцы уже появились, и они должны были быть использованы, использованы были для чего-то, вот, а дальше, короче, да, вот с 15 лет самостоятельной тренировки, и дальше просто образы вот эти менялись, ради чего я тренируюсь, то есть, вот сначала был вот этот порыв чисто подростковый, потом вроде как я почувствовал вкус к упражнениям некоторым, прямо вот в буквальном смысле слова, жим лежа для меня стал каким-то, ну, просто я считал, что там 200, когда-нибудь, это даже невероятно, и я видел где-то в подвальном зале, что кто-нибудь жал 140, и я ходил потом просто несколько дней, и я думал, как это вообще возможно, 140, как, вообще, как это, я, а потом когда-то уже я мог это сделать, и вот ты, как бы ты ставишь цели, ты достигаешь, спорт же здесь очень линейный такой, спорт такая штука линейная, это не как с этой дверью, да, которая не открывается и никуда не двигается, а со спортом, он же все время двигается чуть-чуть, да, все равно плато же какое-то есть, то есть, не совсем линейный, да, но вот именно в подростковом возрасте и именно этот спорт, если это так можно назвать, да, тренировки с отягощениями, атлетическая гимнастика, как это тогда называлось, он дает тебе все время, во-первых, на подростковых гормонах, на том, что в целом у тебя организм растет и вверх, и вширь, и я же поймал как раз это время, понимаете, то есть, я начал с 15, и вот у меня пошло 16, 17, 18, 19, и фактически первое плато я увидел где-то в 20,5 лет, то есть, когда я уже достиг очень впечатляющей формы, то есть, ну, там я как-то фотографии публиковал, где-то я около 100 весил при вот моем росте, то есть, почти как сейчас, это было сделано уже в 20 лет, да, вот фундамент, я по сути к этому и вернулся, вот с годами к той форме. Это при ежедневных тренировках, при правильном питании. Ну, какое там правильное питание, питание какое придется, это же, это же 90, 91 год, 20 лет мне в 91 исполнилось, какое было, никакого там, тебе протеина нигде не насыпали, то есть, никаких этих, то, что сейчас просто люди купаются, тогда я помню, я какой-нибудь западный журнал открывал, и там я видел, что какой-нибудь, ну, muscle and fitness, да, и там какой-то, значит, атлет пьет, типа, апельсиновый сок, такой, ну, реклама, видимо, рекламная страничка, я такой думаю, если бы я мог апельсиновый сок после тренировки, это, вы понимаете, это в Москве, в такой семье, как у меня, и я вот эти образы, я думаю, ну, это недостижимо, нет, я могу, конечно, купить там в магазине диета, чего-нибудь, что там продается, какой там протеиновый коктейль, ну, в общем, короче, питались, вот что там, бутерброды с сыром, курочка-гриль, и так далее, да, ну, естественно, яичница и овсянки, энпит белковый, ну, вот, к спорту, возвращаясь к спорту и философии, что дальше, в подростком возрасте, когда вот эта неоднозначность началась, закончились вот эти отношения с первой девушкой, вот этой, ну, ровесницей, да, с 16 до 18, и в 18, когда это все развалилось, и как-то так, я почувствовал, что мир, ну, вот ты когда-то же начинаешь улавливать это ощущение, что мир очень такой не черно-белый, что много оттенков, все такое очень неоднозначное, спортзал для меня стал какой-то, наверное, такой зоной однозначности, где все очень надежно и абсолютно черно-бело, то есть, вот как двоичный код, то есть, все, либо ноль, либо единиц, либо сделал, либо не сделал, все настолько просто, все просто совершенно однозначно, это какой-то получился очень безопасный такой мир, в котором ты возвращаешься к каким-то основам, потом я бросил тренировки, где-то с, ну, как раз вот я затусовался, чего-то началось, какие-то там эти дискотеки, тогда еще клубов не было, дискотеки, и, в общем, я стал жить отдельно от родителей, это где-то с 18 с половиной лет, да, и вот я задвинул тренировки, года на полтора, где-то до 20, с 18 с половиной до 20, и, и тогда, наверное, я вдруг почувствовал, что-то где-то кто-то предложил побороться на руках, парень занимался борьбой, и я помню, как там прям были там болельщицы с обеих сторон, и я такой, ну, я как привык, то есть, я уже до этого, пожалуй, там 150, по-моему, ну, когда тренировался, вот, 140 в 17, я, пожалуй, 150, по-моему, 18, да, то есть, там как-то вот это медленно, а до этого был скачок бешеный, к 140, ну, вот, и я считал, что-то мне какой-то, какой-то борец, ровесник, вот, это сейчас я с уважением к борцам, но все-таки они железки не особо поднимают, да, они больше с резиной там и так далее, вот, и мы их сцепились на руках, и я чувствую, что, что все, силы меня покидают постепенно, я ничего не могу, мне нечем, нечем побороть, вот, а он все время тренировался, а я, а я, соответственно, шаляй-валяй. А вы в одной вес своей были, да? Мне кажется, может быть, да, может быть, он чуть по росту, чуть ниже, по весу, ну, близко, что-то близко, может, пять килограммов, не принципиально, не принципиально, вот, но он тренированный, там, бегал все время, что-то такое, это я помню, да, летом, как раз в этом пансионате, а я говорю, а я все, что-то по каким-то там номерам, девчонок, что-то я все там, у одной поживу, у другой, в общем, какой-то просто, ел, когда придется, интересная ва жизнь, да, тогда, да, ну, я потому, что вот в этом пансионате о своем родном, это просто там все время, там это постоянная какая-то, знаете, интрига, все время интрига, все время, значит, девчонки новые приезжают, и все время какое-то было движение, вот, а это был первый год, когда у меня уже у родителей не было номера там, ну, у бабушки с дедушкой, я уже там сам просто, это самое называется, проживал у разных там, этих, вот, и все, короче, я проиграл на руках, и какая-то девчонка сказала, другая говорит, я же тебе говорила, и я такой подумал, ни хрена себе, она говорила, то есть, типа, она знала, что, что тот победит меня, и вот тут я, значит, походил, походил, и понял, но это вот сейчас в моей памяти как-то эти два события совмещаются, я понял, что я упустил что-то, что у меня было, понимаете, что я что-то приобрел своими усилиями, и сам это растерял, и я сказал себе, так, дружище, это так вообще не пойдет, мне вообще так не нравится, мне просто вообще неприятна такая конструкция жизни, и все, и с этого момента больше никогда я не прекращал, я понял, что растерять можно очень легко, но зачем то, что ты сам приобрел, дальше разбазаривать, ни на что, просто, вот на пустоту, и все, в 20 лет я взялся, не ради того, чтобы на этих, на руках побеждать, конечно, нет, а твое чувство внутреннее, что ты не потерял ресурс, это же тоже ресурс, все ресурс, знание твои ресурс, опыт наработанный ресурс, физическая форма ресурс, ты набрал ресурс, береги его, просто поддерживай, и все, и дальше уже, конечно, я пошел без перерывов. Вот, кстати, получается, как раз тот момент спада, про который я спрашивал, то есть, был небольшой, по сути, Глеб, мне кажется, это, вот ребята, если нас смотрят, еще им не надоело, все эти потоки слов, вот, они почувствуют, что это везде, в каждой сфере, одно и то же, это все, если не зеркально, то очень похоже, на работе, в личной жизни, в тренировках, все очень похоже, в твоем внутреннем росте, в твоем чтении книг, в твоем саморазвитии, в любом направлении, ты выбираешь направление, а дальше используешь те самые принципы на тренировках, ты, ну просто, если ты приобрел какой-то уровень, ну, удерживай его, опять, сейчас нельзя это привязать к уровню денег, деньги другая категория, по-другому работает, это, конечно, очень интересная тема, но это не физическая форма, над физической формой ты имеешь практически полный контроль, мы не берем сейчас болезни, травмы, неожиданности какие-то, но если все идет, плюс-минус, в большинстве случаев стабильно, ты имеешь полный контроль над физической формой, с деньгами, это все-таки категория внешняя, она не часть нас, это не сила духа, это другая категория, с деньгами ты можешь, естественно, испытывать какие-то колебания, ты не будешь иметь никогда полный контроль, но это вообще интересная, на самом деле, тема, очень-очень сложная, и... А нет такого, что сила духа, с помощью силы духа мы можем получить кубический сантиметр удачи, а за счет этого и улучшить свою финансовую составляющую? В общем и целом, да, да, я просто не хочу, чтобы ребята мерили эту категорию чисто в прямой пропорции и усилия. То есть, там не прямая корреляция? Нет, да, прямой корреляции нет. Если в тренировках прямая корреляция, за исключением каких-то плато и каких-то генетических ограничений, здесь надо понимать, но всегда есть качество, которое ты способен улучшить. Ты способен улучшить реакцию, координацию, гибкость, то есть, количество физических качеств настолько велико у нас, что мы можем прогрессировать бесконечно. Серьезно. Вот, кстати, я в последнем видео говорил про книгу Юрия Никулина. Почти серьезно называется «Автобиография Юрия Никулина». Рассказывает про советский цирк. Глеб, такое количество историй людей внутри цирка, удивительных людей. Я сейчас просто не хочу занимать время, но если интересно получить мотивацию от жизненных историй, о которых вы бы никогда и нигде не узнали, почитайте эту книгу Юрия Никулина. Очень она легко написана, с огромной любовью к людям вокруг. «Жонглеры». Невероятные. Потомственные. Династии, Глеб, не два поколения. Поколениями люди передают, понимаете, прадедушка был жонглером в цирке, дедушка, отец, сын и так далее. Семьи, жены с ними ассистировали, или сестры. И там работа, 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 жонглирование. Просто ты смотришь, ты не можешь понять. Магия. Да, за спиной. Ладно, не будем об этом. Трудом. Только трудом. Никакого. Никто не может родиться жонглером. Ты можешь родиться в семье жонглеров, но дальше ты должен встать и с 5 лет, с 6 лет начинать практиковать. Безостановочно. Неделя перерыва, и жонглер говорил, это для примера. Я не могу выйти на арену цирка, если я, например, несколько дней не жонглировал. Ты теряешь... Вот, видимо, настолько сложная координация, ты должен ее все время поддерживать. Видимо, настолько сложны эти нейробиологические процессы. Вот это уже... Это не просто подкинуть стакан и поймать. Сложность столь велика, что ты должен все время поддерживать этот навык. Все время его держать. То, что мы говорили про ресурс, не терять. Так вот, в физической сфере действительно все линейно. Вот мы на этих примерах подтверждаем. В сфере успеха или финансового, любого другого, но не так все линейно. Вот, кстати, касательно спорта, вы сказали, что можно бесконечно прогрессировать в разных метриках по спорту, но, как мы уже ранее обсуждали, что тебя никогда не хватит на все. Да. И тут получается так, что всегда ты будешь в чем-то прогрессировать, а в каких-то местах всегда деградирует все равно. И тут для себя опять же нужно... Ты должен выбрать. Просто опять выбирать. Просто выбрать. Просто выбрать. Это так же, как с этими путями. Видите? Так же, как с этими перекрестками в жизни. Если мы стремимся к внутреннему, если угодно, спокойствию и уверенности, кстати, той самой, о которой часто спрашивают. Потому что уверенность проистекает из спокойствия. Естественно. Нет уверенности без спокойствия. ты должен научиться довольствоваться тем путем, который ты выбрал, той ситуацией, которая тебе представилась, и даже тем поражением, через которое тебе сейчас приходится пройти. Во-первых, всем понятно, что без поражения нет цены победы. Это всем ясно, но, ребята, это столь очевидно, что мы, видимо, забываем об этом. Мы не можем ценить достижения, если не было проблем на этом пути. Неинтересно олимпийскому чемпиону выйти и выступить без сильных соперников и победить и получить золотую медаль. Спросите у кого-нибудь, такие ситуации были в истории. Если не приехали главные соперники, если травмировался соперник, цена ли победа? Нет. Будет ощущение неудовлетворенности. Если тебе присудили победу, потому, что соперник вдруг во время поединка травмировал себе стопу или что-то еще и просто не мог продолжить бой. Ты не победил. Ты чувствуешь это. Ты получил медаль, но ты не победил. Почему же в жизни мы смотрим иначе? Мы хотим, чтобы все просто к нам само приходило, но грош цена, причем грош цена внутри тебя, не со стороны. Со стороны-то как раз люди увидят медаль. Но только ты знаешь, что она тебе досталась просто так, благодаря, что просто все текло в руки. И где счастье, где кайф. Таким образом, так легко доказать себе, что без трудностей неинтересно жить. Но мы все равно, Глеб, вот мы все равно рождаемся вновь и вновь, эти, значит, новые поколения, и мы страдаем, рвем себе струны, рвем себе сердце, потому, что у нас чего-то не получается. Мы не хотим читать про стоиков, которые там 2000 лет назад обо всем этом рассказали. Почему мы не слышим? Почему мы не слышим очевидные вещи? Не надо рвать себя внутри. Тут получается так, что мы должны даже поблагодарить в какой-то степени за то, что препятствия возникают на нашем пути. Да, это звучит дико, но если ты стремишься к какой-то степени понимания, опять же, я в очередной раз скажу, не для, не внешне, чтобы тебе сказали, ты что-то понял, чтобы ты сам для себя что-то понял, ты должен, если не полюбить сложности, то хотя бы уметь благодарить за эти сложности. Вот за эту дверь не открывающуюся, я все про нее, вот просто, ты должен видеть эту дверь, ты должен, это же тренажер, вот как тупые гантели, понимаете, вот они даже называются по-английски дам дал, то есть, тупые гантели, вот, ты значит их берешь, какой смысл снизу вверх их поднимать, ну никакого смысла, просто полнейшая тупость, вот, я это признаю, они и так отлично лежат в себе, зачем их теребить, нет, ты значит их берешь и давай, и вот я это делаю уже сколько там, 30 лет, потому что дело не в гантелях, это как с этой дверью, дело в моем усилии, в том, что нет награды, как я уже говорил, и я тренирую этот навык, усилия без награды, дверь не открывающаяся, но ты вновь и вновь прикладываешь усилия, в усилии проявляется твой дух, в усилии проявляется твое постоянство, в усилии проявляется твой огонь, нет ничего важнее, чем огонь, все вот это будет, вот это все размыто, всего этого не будет когда-нибудь, мы прекрасно понимаем, да, вселенная и наша солнечная система конечна, естественно, это будет когда-нибудь не при нас, вот, мы-то сейчас такие самые важные здесь, все это смешно, если задуматься, особенно с позицией там физики, просто знаний об устройстве мира, огонь внутренний, он бесспорный, это не нужно доказывать, это, вопрос у вас был там, про смысл, в этом весь смысл, я считаю, смысл нас как людей вот в этом огне в действии, мы сейчас сидим и можно делать в полсилы, а мы делаем изо всех сил, я вижу в вашей концентрации в попытке слушать меня, что вы наделяете это смыслом, вот и все, мы наделили этот момент смыслом, и это прекрасно. Вот сейчас, возможно, немного банальный вопрос, но может быть есть какие-то, опять вернусь к спорту, может быть, есть какие-то особенные спортивные активности, которые в большей степени помогают прокачивать твой дух, возможно, бег или еще что-то. Не знаю, кстати, не знаю, да нет, я думаю, любые, вопрос в том, что ты внутренне ощущаешь, может быть, кто-то это в йоге делает, а кто-то это делает в единоборствах, казалось бы, что может быть более отличающимся. То есть, по сути, нет такого. Просто мне казалось, что как будто бы, когда ты делаешь какие-то, ну, мы немножко от такого духовного будем более к жизни, к применению, мне казалось, что как будто ты когда делаешь кардиоупражнение, это действительно прокачивает твой дух, нет такого? Ну, потому что долго и монотонно. Долго и монотонно, да. Ну, да, но не только. Нет, это разные темпераменты. Да, мне кажется, здесь просто разный темперамент. Кто-то может спокойно работать долго и монотонно, кому-то нужны рывки. Я, например, более склонен к рывкам. И в жизни тоже. Кто-то склонен к монотонной долгой работе. И я наблюдаю за людьми вокруг, и без сомнения, во-первых, мы учимся, наблюдая за людьми вокруг. И меня потрясают люди, которые как раз работают, способны работать долго и монотонно. И это я сейчас говорю не со знаком минуса, потому что я так не умею, например. Но есть те, кто умеет. И в сочетании людей, которые работают порывисто, и которые к стрессам очень, я бы сказал, не просто устойчивы, а которые питаются от стресса. Вот перед вами человек, который, я питаюсь от стресса, мне нужен стресс, мне нужен вызов. И это психотип такой. А есть какие-то люди, которым в стрессе очень трудно. Знаете, как на телевидении, я помню, вот эту тему прямого эфира. Я видел, ну, опять же, здесь просто еще одна сфера моей деятельности, и я беру примеры людей. Я видел людей, которые совершенно не могут работать в прямом эфире. Они просто не замолкают, у них не рождается мысль. Но, когда они читают по суфлеру, когда у них есть сценарий, и все идет в записи, они просто непревзойденные. Я даже на одну двадцатую не сделаю, то, что делают они. Но если вот для меня повышается градус ответственности, все зависит от тебя. Сейчас и никогда. Только сейчас это можно сделать. Все. Здесь я, знаете, как называется, вот я оживаю, я могу. А когда, Денис, приезжай, у нас будет пробный, значит, мы сейчас будем тебя пробовать там, вот я помню, как было шоу-феномен, я такое вел, я помню, как меня, значит, утверждали на это. Привезли, я вот в такой комнате, мне говорит, представь, здесь зрители сидят, здесь вот у тебя, значит, звездные гости, здесь у тебя этот Ури Геллер, который будет гнуть вилки. Они причем видели меня, эти люди отбирающие, они видели, как я работаю в кадре. Они говорят, ну, давай, типа, вот тебе текст, давай, объявляй. А у меня все, все не настоящее, ничего нет. Ну, я что-то там такое пробубнил, они говорят, Денис, что такое, какой-то зажим. А я же понимаю, что такое зажим, это значит, ты не свободен, все, ты в зажиме. Я говорю, ну, да, зажим. Они говорят, в чем дело? Я говорю, как в чем дело? Никого нет, ничего не происходит вообще. Я говорю, это же сплошная подделка, я так не умею. Говорю, выпустите меня в реальный эфир, и я вам все сделаю. Если бы они не знали, ни за что в жизни меня не утвердили. Вы понимаете, о чем я говорю? То есть, вот есть люди, которым нужен этот спирамент. Абсолютно, да. А большинство, ну, может, не большинство, но очень многие люди, для них как раз ситуация повышенной ответственности, и ситуация сейчас или никогда, приводит, наоборот, к зажиму. Приводит к тому, что ты думаешь, о, я же могу оступиться, у меня может не получиться. Понимаете? И для них это сильнейший стресс и потеря ресурса. А для кого-то, наоборот, это приобретение ресурсов. Ни то, ни другое, ни плохо, ни хорошо. Надо просто знать себя и выбирать для себя подходящие активности. Поэтому кому-то марафон, кому-то спринт. Вот, я как раз почему задал этот вопрос. Огромное количество предпринимателей сейчас участвует, вот, не помню, как точно этот марафон называется, Мэнт... Айронмен, что ли? Айронмен, да, да, да. конечно, конечно. Не просто ли это? Ну, это другое. Это другое, да? Это другое. Это доказательство себе, да? Это сверхзадача. Это просто, да, это значит... Ну, на мой взгляд, опять я тут такой, это значит, типа, всем раздаю характеристики. Но, я просто замечаю эту тенденцию, да? Мне кажется, что ребятам просто нужен какой-то новый вызов. И они живут вызовами. И вот они себе придумывают такой физический вызов. У меня немало знакомых. Как раз-то в основном состоятельные люди, которые вдруг... А там же и вело, и плавание, и надо готовиться, и экипироваться. И причем километражи там дикие. То есть, там же надо объем набирать еще. Ты же не просто там, типа, должен уметь, а ты должен объем быть готов сделать. В трех видах. То есть, это мы. И бежать, и плыть, и ехать на велосипеде. Это надо же тренировать в неделю по несколько раз. Каждый вид. То есть, это дико трудоемкая штука. Немножко назад вернемся. Вы говорили, что вас в какой-то степени мотивировали девушки. То есть, конкретная девушка в 16 лет, Надя... Ну, в 15, да. В 15 лет вас мотивировала. Вот насколько важна роль женщины в жизни мужчины? Ну, это может быть важнейшая вообще роль. Потому что, мне кажется... Опять, я здесь, конечно, далеко не пример для всех. Потому что... Я уже делал выпуск об этом, так знаете, с трудом пытаюсь сформулировать, почему я живу так, как я живу. У меня не было отношений дольше двух лет. Ни разу вообще. Несмотря на то, что их было у меня очень-очень большое количество. И... Я уж так, знаете, скромненько, как бы, высказывался об этом. Но... Ну, то есть, достижения математические в количестве велики, без цинизма при этом. То есть, я никогда, вот, положа руку на сердце, никогда не относился цинично к вопросу завоевания девушек. Но интрига, сама интрига, когда все начинается, когда все только вот разворачивается, вот эта интрига завоевания, она, конечно, имеет такой наркотический привкус для меня. И я на это делал где-то лет, наверное, с 30 до 40, если говорить вот так обобщенно. Вот, наверное, это десятилетие у меня просто было переполнено. В 30 я наконец-то успокоился, что я не могу построить долгие отношения. То есть, я сказал, Денис, отпусти, наконец-то, эту тему. Потому что я только... Девушка мне нравилась какая-нибудь, я начинал с ней тут же жить вместе сразу. Практически через неделю уже все, мы съезжались вместе. И дальше я пытался что-то из этого построить. При этом в глубине души понимал, что это не на всю жизнь. Но я, вот я был в плену этого шаблона построения семьи. Плюс у меня родители рано развелись, поэтому, видимо, я... Какая-то вот здесь была такая компенсаторика. Что-то я пытался доказать. В какой-то момент я просто понял, что это... Ну, это просто невыносимо. Что мне надо просто дать себе... Ну, там еще были причины. Я послушал внимательные истории взрослых людей, так скажем, более взрослых, когда с семьями, с детьми уже. И вдруг я понял, что у меня вообще проблем нет. Когда я послушал несколько историй, где казалось, что уже... Ну, то есть, ты не видишь выхода для людей. Понимаете, когда семьи разваливаются, а там дети... Вывод напрашивается... Не хочу сейчас, да, не хочу сейчас грузить никого. Но, в общем, я вот в 30 понял, что мне надо чуть прессинг на себя так ослабить и просто успокоиться. Просто принять мир и видеть, как много офигенного просто солнечного света вокруг в виде этих девушек, которым я интересен, к счастью. Они мне интересны. Все. Мы можем, не требуя ничего, не загоняя друг друга в рамки, просто встречаться, общаться. Естественно, любую вещь можно довести до абсурда. Что я и сделал со временем, доведя это просто... Ну, как я говорил про тот совсем праздный период, когда я уже вообще перестал различать, что есть что. и просто погрузился в какое-то... Ну, там вообще была просто дикая ситуация. На форуме Woman.ru собрались, там одна девица решила написать... Это я сейчас рассказываю, то, что вообще, наверное... В общем, короче, собралась группа анонимных девчонок, которые все встречались со мной на каком-то разном этапе и начали промывать. Ну, это как вот как в Истовикских ведьмах. Все под никами, а я-то с настоящим именем. И... Вот вы знаете, да, я потом в Калифорнии друзьям рассказывал, а там в Калифорнии все сидят, все только говорят, но как бы как такового экшена у людей почти нет. И они такие говорят, Денис, о чем ты вообще переживаешь? Ты самый счастливый человек на Земле, кого мы только видели. Я говорил, счастливые ребята, но это потому, что вы не были на моем месте. Вы не представляете, каково это видеть вот эти, не знаю, сколько их там было, 15-16, за какой-то... Это причем за сравнительно непродолжительный период. То есть, это все те, которые там, видимо, в течение последнего года, полутора со мной встречались. И сейчас только, пожалуйста, не воспринимайте это как хвостовство. Это, с одной стороны, стыд, с другой стороны, это все-таки познание. Стыд, потому что это пустое. Познание, потому что, имея этот опыт, ты можешь сказать, что есть пустое, а что есть не пустое. И пройдя весь этот, живя вот такой жизнью, я могу сказать, что, конечно, можно вечно собирать этот собирательный образ идеальной женщины, что я и делал. Как бы в этой мне нравится то, а вот в этой, с этой прекрасно общаться, а с этой шикарно в постели, а с этой... А это очень интересно слушать, просто слушать. И собрать одну идеальную, во-первых, нет ничего идеального. Как зафиксироваться на одной, к этому моменту или сделать супер-женщиной одну по собственному выбору. К этому я думаю, что я приду. Я верю в это. Я верю в это. Я стараюсь. Я прикладываю усилия над собой. Вот. Важность абсолютная. Вы спросили меня про важность. Я считаю, что все, что мы делаем, должны быть положены к ногам. Женщины. Суть остается сутью. Мы родились благодаря женщине. Женщина для нас это все равно некий... Это свет, к которому ты тянешься. Представьте просто, что их не стало на планете. Это пустое. Вы понимаете, Глеб? Мы просто перебьем друг друга. Единственное, что останется, это агрессия для нас. Вот что будет давать нам чувство жизни. Агрессия. Достижение. Знаете, у Ютуба была песня когда-то. Значит, человек снимает кино, человек строит дороги, чтобы по этой дороге на машине приехать к ней. Мы все равно движемся к ней. Всегда. Мы все это делаем. Вот эти дома, достижения, должности, деньги для нее. Потому что, что нам надо, по большому счету? Вот нам самим, что нам надо? Вот мы сейчас оказались бы на необитаемом острове, и нет там женщин. Ну, что нам надо? Ну, что, в чем интерес? Для меня интерес сразу пропадет. Нет, я могу углубиться в книги, но тогда я буду жить грезами. Я буду вспоминать. Я буду просто вспоминать. Вспоминать. Вспоминать и благодарить. Может, немножко цинично прозвучит, но как будто бы, если ты начинаешь выстроить отношения с какой-то девушкой, или даже у вас какие-то более серьезные отношения, то это забирает огромное количество времени. И у тебя не остается времени, сильно сокращается количество времени на реализации себя. Вот как тут находить баланс? Да, Глеб, не знаю. Это вопрос серьезный. И опять, я здесь обращусь, наверное, к историям людей, потому что мне каким-то образом удавалось, хотя я замечал, что действительно есть... И, конечно, девушка требует, требует, не буквально, кто-то буквально, кто-то не буквально, но ты должен уделять время, иначе для тебя это не важно. Если для тебя это не важно на этом этапе, я такие истории, как раз вот вспоминая, истории людей, я слышал истории, когда люди просто осознанно отказывались от всего этого и упирались в работу на несколько лет. Но они знали внутренне, для чего они это делают. Вы понимаете? Они все равно это делали для того, чтобы в один прекрасный день это время выделить для нее и найти ее, и посвятить, или разделить это с ней. Вы понимаете? С кем ты будешь... Кто будет воспевать твои успехи, в конце концов? Что друзья твои будут воспевать, и что? Все равно, если заглянуть вглубь души, ты все равно хочешь от женщины получить вот это ощущение, что ты ее герой. Все, что вот она в тебе видит того самого, главного для нее, самца на этой планете. Это очень важно. А есть какие-то определенные критерии, на которые стоит обращать внимание, когда выбираешь себе... Судит, конечно. Вот таких советов я точно не дам. Ну что вы, насколько мы все разные, настолько для нас нужны разные девушки. Совершенно. И по внешности, и по характеру. Общих вещей нет. И по характеру. Конечно, нет. Я хотел бы здесь лучше сказать насчет ревности, потому что вот это, конечно, мучит людей очень. Потому что, ну, сейчас думая о девушках, да, есть же более верные, есть какие-то более... Ну, понятно, что тревожит всех, да? Так же, как и... Это относится к любому человеку, да? Есть человек более верный, есть более какой-то такой, да, эмоционально, да, мобильный, назовем так. И все это совершенно не важно. Если... Ну, это вообще, конечно, высший уровень, а сознание все это совершенно, по большому счету, не важно. Потому что ты не можешь никогда контролировать внутренний мир другого человека и претендовать на это. Ты не можешь контролировать сны, мечтания, что у нее в голове, что она вспоминает, что было у нее в прошлом. Ты никогда не будешь властвовать над этим. То есть, это всегда останется отдельная, непознаваемая для тебя личность до конца. Вы понимаете? Так же, как ты никогда не станешь для нее полностью познаваемой личностью. Потому что мы слишком огромны внутренне. Слишком в нас много всего. Мы такими созданы. И дар настоящий заключается в том, что ты в ней, в попытке познать ее, все ее вот эти бескрайние уголки, как вселенная, да, ты все равно, ну, ты никогда не познаешь до конца. В этом и есть, наверное, если угодно, ресурс отношений. Что это две непознаваемых сущности пытаются друг с другом разобраться. Но если им по-настоящему интересно, и ты способен ее принимать, наверное, так, принимать, понимать, несмотря на то, что ты можешь не все одобрять, ну, у нас у всех есть свои какие-то приколы, понимаете, там, моя девушка любит порядок, а у меня беспорядок, вот уже, пожалуйста, тебе две, как ты будешь в быту, это вот, как бы учись, учись, это тоже интересно. зачем все-таки стремиться к постоянным отношениям, то есть, зачем себе все-таки находить жизнь? Глеб, я не знаю, может быть и не надо, но просто я так долго жил, не стремясь к этому, что я имею право попробовать другое, понимаете, я лишь из этого исхожу, я достаточно компенсировал, я полностью, наверное, компенсировал, если это вообще возможно, полностью компенсировать тягу к какому-то разнообразию, отлично, попробуй, попробуй вот так, опять же, не вопреки себе, в согласии с собой, главное в согласии. И вот, что логически после этого следует, после этого заводят обычно наследников, важно ли это? Чем ты умнее, наверное, так скажем, тем больше ты видишь непредсказуемость и хрупкость этого мира, чем более ответственен ты, тем меньше ты можешь себе обосновать риск и инициировать приход нового человека в этот нестабильный, хрупкий и очень опасный мир, плюс непредсказуемый мир. Поэтому здесь вот, мне кажется, такая двойственность, ну вот я сейчас внутренне как раз с этими вопросами пытаюсь разобраться, да, на что здесь, ты можешь просто закрыть на все глаза и действовать по инстинктам, вот, но думающие люди стараются не закрывать глаза, а наоборот широко открытыми глазами и смотреть на реальность, а реальность такова, какой мы ее видим, да, экология, экономика, конфликты, проблемы, перенаселение, да что угодно, болезни, насилие, мир, мир полон рисков, но мы с вами каким-то образом ухитрились, да, здесь, здесь, здесь сейчас, да. Ну, как мы ранее сделали вывод, мы должны благодарить мир за это, чтобы все ценить. Это да, это мы, это мы, потому что у нас уже есть выбор, да, ты ведь не выбирал, чтобы рождаться, и я не выбирал, мы просто родились, да, закричали, завопили, но вот мы здесь, да, мы оказались вроде бы, живы-здоровы, да, и существуем в этом мире, теперь ты думаешь так, а нового человека привести на эту планету, благодаря своим действиям, и надо же нести ответственность, естественно, хотя бы до какого-то этапа, хотя бы взрастить, поставить на ноги, а дальше что будет, может родиться игроман, который все проиграет, и так далее. А вот как же песня Сансара у Басты, что все-таки дети, они продолжают нашу жизнь, и мы все когда-то умрем, а они будут... Я не хочу чужие творения осуждать, но как это... Наши дети будут лучше, чем мы? Да. С какой раз, с какой радостью? Где это видно? Это все набор иллюзий. Красивые слова, я не спорю. И сердце, наверное, и слезы наворачиваются у кого-то. Дети не станут лучше, чем мы. Мы чьи-то дети, мы стали лучше. Мы чьи-то правнуки, мы стали лучше. Пока как-то не особенно видно. Мы такие, какие мы есть. Люди, две тысячи лет назад, почитайте на мыслителе, мы стали умнее? Нет. Мы приобрели больше вещей, это да. У нас стало больше каких-то гаджетов, технических достижений, но по сути мы не стали лучше. Мы не стали добрее. Мы не стали умнее. Нас стало больше, это точно. Вот мы не стали менее агрессивными и более дружелюбными друг к другу, чем мы стали лучше. Теперь насчет того, что дети продолжают нас. Нет, дети живут своей жизнью. Вы продолжаете сейчас своего дедуша? Абсолютно нет. Вы помните о нем. Это великолепно. Вы помните о своих родственниках. Я помню о своих. Но сказать, что мы продолжаем то, что они делали, нет, мы делаем свое. Само осознание смерти, как оно может помогать жизни? Это самое важное. Это самая мощная вещь. Просто это самая мощная вещь, которая не позволяет нам сидеть, сложа руки. И помните, с чего мы начали? Надевать на себя эти трафареты чужие. Осознание смерти и близость, постоянное ее присутствие рядом, если ты действительно смог с этим делом поработать и извлек из этого не слабость, а силу, позволяет тебе в какой-то момент ответить, а как я живу сейчас? Вот на этом перекрестке. Как мы говорили, все сводится к перекресткам. Вот к этой нашей беседе. Если это последнее действие. Если это... Ну, такое может быть. Мы не знаем. Нет, можно надеяться, Глеб. Я все понимаю. Вас пульсирует, пульсирует это ожидание жизни. Ожидание. Я еще молодой. Она уже... Вот, вы еще молодой. Я тоже. Ну, вы тоже. Ну, на самом деле, Глеб, но на самом деле мы не знаем, что сейчас с этим зданием. Вы понимаете, мы не знаем, что в неме над нами. Уж не говоря о том, что мы не знаем, что происходит на солнце и вообще, что сотворит вселенная. Мы малюсенькие фрагменты этой вселенной. Очень хрупкие. Очень хрупкие. И при этом очень могущественные. Могущественные в чем? В том, что мы управляем этим огнем внутри себя, которые способны воплощать в действиях, в бессмысленных действиях. Ничего мы не изменим. Но кайф от игры столь велик. Вы понимаете? Это же вот наша с вами сейчас беседа. Это, как считаете, выход на футбольное поле. Что делают люди? Гоняют на наполненный воздухом кожаный предмет. Забивают в какие-то створы. Но на это смотрят миллионы. Десятки тысяч только на стадионе. Сердца пульсируют. Понимаете? Вы посмотрите на эти лица. Не только тех, кто играет, тех, кто болеет. А что происходит на футбольном поле? Полнейший абсурд. Какое значение имеет этот кожаный мяч? Вы понимаете, о чем я говорю? Но огонь-то настоящий. Поэтому я никогда не скажу, что футбольный матч, или теннисный матч, или шахматный матч не имеет значения. Он имеет, потому что люди показывают свое великолепие. Так и мы с вами в этой беседе, так и каждый, кто нас смотрит, даже во время этого просмотра, человек находится внутри этой игры, самой важной в его жизни, единственной в его жизни. Потому что этот фрагмент, на который ты сюда пришел, является единственным, чем ты владеешь сейчас, пока. Пока. Но никто не знает, что сейчас с фундаментом этого здания. Я не хочу внушать вам опасения. Ни в коем случае. Наоборот, почувствуйте силу в этом. Попробуйте, как вот эта тема самураев, да, из двух самураев победит тот, кто умер перед боем. Попробуйте отпустить все это. Это все не важно, потому что вы не контролируете. Но Глеб контролирует это действие сейчас. И делает его с безупречностью. Мне очень непонятно. Я... Это надо. Вот у меня еще дополнительный вопрос. Дайте. Вы очень любите жизнь. И... Да, точно. Это очень заметно. Как вы приняли то, что смерть, она произойдет? О, Глеб, ну, во-первых, я не уверен, что я это принял. Но я знаю, что я с этой концепцией знаком. Благодаря философским учениям и внутренней работе. Но сказать, что я... Вот если я сейчас окажусь на этом краю, я могу представить это. Представить, наверное, опять. Вот это все яконя, конечно. Ну, мы о вас говорим. Если без гордыни, да. Но я просто, знаете... Представить, что... Мы в силах представить, что это действие может оказаться последним. Представив, что это действие... Я все время буду говорить о действии. Потому что я считаю весь смысл в действии. Если это действие является последним, я бы делал это действие или нет. Вот эту модель мы можем к себе применить. Глеб, сейчас, войдя в эту комнату, когда включились эти камеры, если бы вдруг что-то пришло вам в голову, и вы бы вдруг узнали, что у вас есть вероятность, 50 на 50 давайте, что этот час окажется последним. Если Глеб тут же встанет и уйдет, на самом деле, если вы так поступите, значит, вы не живете с осознанием того, что это действие может быть последним. Тогда нужно, когда это интервью закончится, встать и уйти туда, куда бы вы пошли. Вы понимаете? Да. Именно туда. И если твоя задача, вот узнав, что, возможно, это последний час, ты бы отправился к своей маме, к своему брату, к своей жене, к своему ребенку, куда-то, и сказал что-то, что не сказано, то нужно просто пойти и сказать это. Нужно сделать то, что ты можешь не успеть сделать. Но, как ни странно, как показывает наша жизнь, этих вещей не так много. В какой-то момент ты себе должен ответить, какие действия я хочу совершать, если это последний час. то есть, что ты на самом деле-то этими часами, ведь все равно, вы понимаете, их все равно не бесконечное количество. Мы это понимаем, что эти часы, эти годы, их не так много. Хотя на самом деле, по внутреннему ощущению, их очень много. Ты должен понять, чему ты эти часы собираешься посвятить. И тогда, Глеб, войдя в эту студию, к примеру, я, войдя в эту студию, я делаю абсолютно, как мне кажется, внутреннее, осознанное и окончательное решение, что это то, что я делаю в течение этого часа. Потому что я это выбрал. А как вы держите все время это осознанием в голове у себя? Вы какую-то мантру утром читаете? Как это происходит? Нет, я просто... Да, это... Вы знаете, можно по стоицизму это делать. Опять же, это здесь уже просто чисто методика. Ты просто должен периодически себе об этом напоминать. Каким образом хорошо это себе напоминать? в моменты, когда что-то тебя выбивает из колеи. Как каждого из нас. Что-то вызвало в тебе внутреннее противоречие. Ты говоришь себе, если это последнее, последний отрезок, вот сегодня, до вечера, и все. Вот ночью, ночью, значит, я засну и не проснусь. Это имеет значение? То, что сейчас произошло? Вот то, что выбило тебя из колеи, чей-то поступок тебя разочаровал, вот что-то. Например, в конце концов, мы сели на это интервью. Вот я сейчас даже думаю, я вообще не понимаю, что я здесь наговорил сегодня. Знаете, просто такой поток сознания в надежде, что это кому-то надо. Но у меня есть всегда вот этот помощник в виде последнего действия. В конце концов, разве это важно? Получилось у меня сформулировать мысль или нет? Получилось ли нам сделать некое, мы же хотим сделать идеальное интервью, но такого нет. Его нет. Его не существует. Есть это конкретное интервью. Ничего идеального не существует. Вы понимаете, это позволяет тебе отпускать вот эти внутренние узлы, которые мы накапливаем из-за несовершенных действий. Мы же все время несовершенны. Это интервью несовершенно. Эти переговоры несовершенны. Это сделка. Это встреча. Это девушка, опять же. Все несовершенно. Но если это последнее, что у тебя есть, почему бы не сделать это как на этом футбольном матче, понимаете? Когда вот стоит этот мяч и нужно пробить этот решающий пенальти. И это все, что у тебя есть. И ты выдыхаешь спокойно. Глеб, спокойно. Нет никаких ожиданий. Никаких, что вся страна за тебя болеет. А где-то тренер, который в тебя не верил. Есть только этот мяч, эти ворота и твоя любовь к игре. Вот к этому удару, который ты сейчас нанесешь. Все остановилось. Вселенной нет. Есть только ты, этот мяч, эта цель. И ты делаешь это с благодарностью и с кайфом. Я сейчас так пробью. Обязательно ли ты попадешь в девятку? Не факт. Вратарь может быть тоже в таком офигенном состоянии. И он прыгнет именно туда, куда ты. Вы понимаете? Но ты был безупречен. Порыв ветра может быть. Кто-то выстрелит из какой-нибудь петарды. Ты не контролируешь это. Но ты контролируешь свою безупречность. Вот так надо жить. Вот благодаря этому осознанию были какие-то моменты в жизни, когда вы кардинально меняли свой вектор? То есть, есть какие-то примеры? Вы знаете, Глеб, это работает не так. Когда ты пришел, ты, во-первых, не можешь прийти к этому пониманию вот так по щелчку. Вот я вам сейчас рассказал, и вы к нему пришли. Если у вас это сейчас отобразилось, вам придется годами эту штуку внутренне держать и практиковать. По мере того, как вы будете ее практиковать, вы будете все ближе находиться к тому характеру действий в состоянии последней битвы, назовем так, последнего действия, как этот футбольный матч и этот финальный пенальти. Чем ближе ты подходишь к такому характеру поведения в жизни, тем меньше вероятность каких-то резких движений, потому что ты уже находишься на своей дороге. Вы понимаете? Ты на каждом перекрестке, вот, Глеб, вот в чем суть. Мы идем по перекресткам. Каждая секунда, каждое решение это перекресток. Это вот та самая мультивселенная. Все время пространство вариантов расходится. Каждому перекрестку, если ты подходишь в состоянии последней битвы, последнего действия, вот этого осознания, что это решающее действие, и ты привыкаешь не головой, ты духом своим привыкаешь к тому, что ты решение принимаешь, вот, по ощущению, то ты, как ни странно, идешь своим путем. На всех этих перекрестках ты выбираешь именно то, что тебе на самом деле нужно сейчас. Помните, как мы сказали, если войдя на это интервью, ты вдруг узнаешь, что 50 на 50, и ты вдруг встаешь и покидаешь эту комнату. Вот он выбор. Был сделан правильный выбор духом, что не это сейчас важно. Вот. Эту идею можно низвести в пустоту, если применять это к одному моменту сейчас, потому что ты только вдруг услышал эту идею, дай-ка я этот трафарет применю. Ну, конечно, это может просто ты, кто-нибудь сейчас смотрит наше интервью, сидит на этой ненавистной работе, и просто встает и говорит, если это последний час, то ноги моей здесь не будет, и человек уходит. Аккуратнее, постепенно придите к этому, но если ты живешь с этим осознанием, ты не окажешься на этой работе. Вот в чем все дело, Клеб. Ты не дойдешь до этой точки, поэтому, когда вы мне задаете вопрос, я с помощью этого упражнения менял ли кардинально, конечно, нет. Когда ты уже живешь с этой вещью, ты всегда идешь уже своим путем. Тут не может быть ошибок, потому что для меня со стороны может быть вся моя жизнь сплошная ошибка, но для меня нет. Вот. И так же точно и для вас. А в подростковом возрасте было, когда я, ну, просто были моменты, когда я вдруг понимал, что все, вот как, что надо встать и выйти. Мне бы хотелось более точно сформулировать, вот, как происходит взросление. То есть, можно ли как-то это по полочкам разложить? Не могу. Возможно, сепарация от родителей? Не знаю. Глеб, не знаю. Не знаю. Очень по-разному, я думаю, оно происходит. Максимально по-разному. Я думаю, вот сколько людей, столько, столько, столько вариантов взросления. Вот. Но оно неизбежно происходит. Вот. Мне только хочется в рамках нашего диалога подчеркнуть, что главное, чтобы взросление не было связано с появлением внутреннего уныния и потери веры в то, что ты можешь воплощать и что мир позволяет воплощать те образы, которые ты для себя видишь. Вот если эта вера сохраняется внутри, то ты живой человек. Если ты вдруг посчитал, что мир враждебен и нифига не получается, то значит, ты принципиально ошибся в своем взрослении. А если говорить не про взросление, но очень тоже важную вещь, как становиться мужественным, как развивать в себе мужское начало? Оно есть в тебе априори. Через дух оно развивается. То есть, опять же, мы возвращаемся к тем вопросам, когда мы говорили про дух. Все, о чем мы говорили сегодня, вся вот эта самость твоя, то есть, то, что ты сам принимаешь решение, то, что ты сам решаешь, это и есть мужские качества. Мужские качества это когда ты способен опираться на себя, потому что ты можешь быть опорой для кого-то только если у тебя, у самого внутри есть опора. Ты не можешь быть подпоркой для кого-то, кто подпорка для тебя. Хотя, здесь можно говорить, что люди как бы компенсируют друг друга с той же женщиной, да, что как бы, ну, вот как там, я помню, где-то в Рокке была такая фраза, типа, у нее есть пробелы, у меня есть пробелы, вместе мы заполняем пробелы. Это здорово в плане, наверное, опять же, каких-то красивых слов для третьих лиц, а для себя внутренне ты должен понимать, что пока ты не научился быть сам с собой в гармонии, то есть, пока ты не нашел внутри себя точку опоры, искать ее в других вокруг, просто это бессмысленно, так это не работает. Поэтому найди точку опоры в себе, убедись в том, что тебе нормально с самим собой, в своих мыслях, в своих стремлениях, что ты можешь вот сам стоять на ногах, сам, сейчас я имею в виду даже не отделение от своих родителей, если мы говорим о взрослении, а просто вот в этом мире огромном, ты можешь сам стоять на ногах. почему я в той же Калифорнии начал там работать на простых работах, потому что я вообще не знал, как это делается, вы понимаете? По сей день Глеб знает, что я могу разгружать почтовые машины, работать вышибалой в баре, развозить пиццу, я могу работать просто, без наследия семьи, вы понимаете? Без моего образования, чисто физически, это может быть странно, но я могу выжить в этом мире на земле, стой на земле, когда я вижу бездомных ребят, которые попрошенничают на заправках, там где-то, а не, я не испытываю к ним осуждения, но я знаю точно, что они сделали выбор, он может пойти и разгружать эти машины в ЮПС, его возьмут спокойно, просто не хочет, он просто не хочет, вот, поэтому, когда ты нашел эту свою, вот, вы говорили про мужские качества, способность стоять на ногах самостоятельно, тогда у тебя появляется возможность стать опорой, что значит стать опорой? Это не, опять же, не на словах, это значит, что действительно, что люди вокруг чувствуют, что на тебя можно опереться, что есть какая-то, какая-то сила, вот, люди со стороны это всегда чувствуют. Может, есть какие-то люди, конкретные люди, которыми вы вдохновлялись? Конечно, полно людей, бесконечное количество людей, я не, не беру только, люди же это совокупность историй, я беру отдельные истории этих людей или об этих людях, книги в этом смысле мне очень помогают, биографии, истории, это всегда лишь проекции, мы понимаем, да, это как вот те самые тени на стене пещеры, да, вот эти пляшущие, да, да, то есть, мы видим, мы не видим жизнь другого человека, особенно внутренний, внутренний мир, но мы видим поступки, мы видим какие-то ситуации, пищи вокруг нас для вдохновения очень много, и я эту пищу черпаю из, из литературы, из, из, умения, как ни странно, да, сейчас я много говорю, но я умею, люблю слушать, послушать человеческие истории, это могут быть, они могут быть рассказаны людьми, вообще просто люди вокруг, вот как сейчас в кинематографе, я, вот скоро выйдет фильм, который я спродюсировал, и я понаблюдал просто внимательно в съемочном процессе за тем, как работают, как работают эти операторы, такие прирожденные, вы понимаете, не те операторы, которые вот, которым уже все это надоело, нет, а те, которые живут этим, как работают продюсеры на площадке, исполнительные, которые живут этим, которые вот, они каждый день решают стрессовые моменты, которые возникают неизбежно, и когда ты видишь весь этот организм, ты смотришь на этих людей, а у них ведь семьи, дети, они сейчас зарабатывают ту самую копейку, условно говоря, но делают любимое дело, это дико вдохновляет, этого так много вокруг нас, мы в этом цинизме мира порой, который нам кажется таким циничным и каким-то неправильным, можем не заметить, сколько вокруг чудес в историях людей, книги в этом должны помогать, мы должны видеть эти чудеса, которые прямо вплетены, это такой калейдоскоп странный, столько всего неправильного и столько чудесного внутри, это все вот знаете, переплетено, вопрос, можешь ли ты увидеть это все, увидеть и вобрать, 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 и тогда, имея вот эту устойчивость свою, о чем мы говорили, и видя чудеса, ты дальше внутри можешь сварить эти направления, и эту опору, и помощь другим, и ты можешь радиировать вот этим всем, понимаете, вот это от тебя исходит, из тебя исходит эта энергия, сила, это все продукт, я считаю, работы духа. На самом деле, для меня кажется, очень глубокая мысль вдохновляться именно историями людьми, возможно, не каких-то очень именитых, а даже, возможно, самых, не хочу сказать простых, просто обычных. Слушайте, все люди, все истории абсолютно равнозначны, то, что некоторые истории распиарены, не делает историю механика в каком-нибудь автосервисе, который фанат, и я сейчас не утрирую, это реально так, я знаю людей, которым, во-первых, им не нужны никакие лавры, им не нужны никакие аудитории, они делают свое дело, как я вам говорил про этих велосипедистов, ребят, ну, которые делают велосипеды, они делают это хорошо, они фанатеют от этого, понимаете, у них есть свое сообщество, свой маленький мир, и если тебя впустили в этот мир, и ты увидел и послушал, и ты просто можешь выйти и сказать, нифига себе, это круче любой книги, и это было где-то рядом. Абсолютно. И этого сейчас, вот сейчас, не когда-то, в каком-то, знаете, вот когда-то были времена, времена все время есть, а не сейчас, это все сейчас вокруг нас, то, что ты не видишь этого, это твои собственные проблемы, найди, найди эти истории, увидь этих людей, и никакая здесь популярность и известность не важна, понимаете, кто-то строит ракеты, да, кто-то строгает фигурки из дерева, но человек, который делает эти фигурки, может испытывать такой просто драйв, может быть, через 300 лет, это станет на каком-нибудь аукционе сутби с самым дорогим предметом, и сейчас вокруг нас есть такие музыканты, вы понимаете, которые, может быть, напишут то, что через 100 лет, это не то, что было когда-то, вот в 60-х была музыка, был рак, вот тогда писали, сейчас есть такие же, Джона Леннона, и так далее, понимаете, и где-то есть такой же Владимир Высоцкий, где-то есть Юрий Никулин. Может, вы все-таки можете сослаться на каких-то конкретных людей, чтобы зрителям было проще это воспринять? Не хочу, просто не хочу, потому что очень много примеров, ну, вот я сегодня сказал несколько раз уже про Никулина, это про Высоцкого, потому что это как раз вот свежие книги, прочитанные мной, это я прям, я прочитал параллельно, вы знаете, я читал вот Никулина биографию, почти серьезно, и Высоцкого книгу, я сейчас название ее не помню, по-моему, автор Новиков, если я не ошибаюсь, но это самая такая большая, масштабная книга исследования жизни Высоцкого, я их читал параллельно, две книги, они для меня тоже сплелись в такой какой-то пример, и в одном и в другом человеке есть те качества, которые, точнее, те примеры действий, которые для меня являются высшим вдохновением и ориентиром, это и трудолюбие, и постоянство, и абсолютно иррациональная вера в правильность своего выбора и своего направления, где-то скромность, где-то меньше скромности, поэтому вот Вам примеры, и я если сейчас начну вот просто внутри копаться, я выйду с сотнями и сотнями имен, примеров очень много, я не хочу просто зацикливаться на ком-то, я не делаю себе кумиров, все люди, кумиры, если ты увидишь их безупречные действия, вы можете быть таким же кумиром, если Вам это надо, знаете, сейчас немножко юмора, ко мне подходят люди иногда, на улице они нервничают и говорят такую вещь, они хотят сказать, наверное, я Ваш фанат, они мне говорят, Вы мой фанат, я Ваш кумир, я говорю, серьезно? Я говорю, дружище, привет, он такой, что такое? Вы мой фанат, я Ваш кумир, я такой, класс, рад познакомиться, так что да, будем кумирами друг для друга. Но я понимаю, Вам не хотелось бы на кого-то конкретно ссылаться, потому что тогда обесцениваются истории других людей, а они по сути все важны, ну то есть, можно найти очень много уникального опыта в других людях, я это понимаю, а может быть получится сослаться на какие-то книги, которые Вас как-то вдохновили в свое время? Вот две назвал, две назвал меня, меня очень вдохновляют книги про альпинистов, потому что там много примеров такой кристальной достаточно истории человеческого духа. Например, книга про трагедию на Эвересте 96-го года, вот это, «В разреженный воздух», я очень рекомендую почитать, потому что, ну, много параллельных судеб развивалось, люди, наверное, смотрели фильм, но фильм это просто, это какой-то пшик по сравнению с книгой, потому что там очень большая история совпадений, да, и человеческих судеб, и характеров. К примеру, в этой книге вы можете прочитать про человека, который, вот он был брошен на снегу умирать, там на вершине в верхнем лагере, он снял рукавицу, уже расстегнул куртку, это при температуре, там, не знаю, там, минус 20 с ветром, и уже все. И люди понимали, что его невозможно эвакуировать с горы, его просто оставили. И вот этот человек лежал, Глеб, лежал часа два, потом вдруг поднялся и пошел. Этот человек выжил. У него, конечно, там, ему перешивали, там, ткани, там, руки и прочее. Он жив сейчас, интервью с ним есть. Его зовут Бек Уэтерс. Этот человек был просто каким-то менеджером, ну, просто каким-то менеджером в какой-то компании, который мечтал о горах. Он не был каким-то альпинистом высокого уровня, он просто пошел как клиент. Ну, вы понимаете. Человек, как терминатор, просто встал в какой-то момент. Это говоря о духе. Если ты хочешь понять необъяснимость нашего и чудесность нашего устройства, вот тебе всего лишь одна история таких историй миллион. что заставляет вдруг тебя подняться, и вдруг, это как у терминатора, вдруг у него глаз включился, он встал и пошел. Просто. И выжил. Это вот говоря, когда люди говорят, типа, я такой слабый. Да что вы. Мы вообще, мы монстры энергии. В нас такие просто ядерные реакторы. Вопрос в том, есть ли в тебе этот огонь. отбрось вот эти путы все. В какой-то момент отбрось и скажи себе, я просто, я сверхчеловек. Но прояви это в действии. Вот сейчас, в действии, в благородном действии, не в стяжательстве, не в попытке вот это вечно, знаете, там юлить, чего-нибудь у кого-нибудь урвать. Люди как-то, понимаете, сами себя принижают, мельчают сами. Да, почувствуй вот это величие внутренней мощи. Глеб, надо нам, мне кажется, нас сейчас прогонят. Да, да, да. А вот еще интересно, Джек Лондон, Мартин Идден. Да, круто, очень круто. Просто вот эта книга меня во многом как раз вдохновила. Смотрите, Волк Ларсон, Морской Волк будет даже лучше, потому что Мартин Идден там такая концовка немножко там автобиографическая, да, да, книга Мартин Идден просто, я помню, как я в метро не мог, знаете, выходишь из вагона и я не шел, потому что я просто вот так, я сидел на скамейке, как раз в 20 лет я читал в 20, вот в то время перед Калифорнией. Блин, Мартин Иден офигенно. Морской Волк очень круто, потому что вот это столкновение двух точек зрения этого условного интеллигента и этого самородка капитана, который тем не менее читает классическую философию, но и обладает всей этой физической мощью, вот это для меня, наверное, был некий образ вот той самой силы, но там очень много было цинизмов, позиций насчет отсутствия ценности в человеческой жизни, ну, действительно, как бы, жизни человеческие, вот они, да, самая дешевая вещь, как утверждал главный герой, да, этого произведения, что посмотри, вот он цепляется, он висит на этой мачте, цепляется за нее изо всех сил, для кого дорога эта жизнь? Только для него самого, но если он сейчас расцепит руки, упадет, то уже через мгновение он даже не будет знать о том, что этой жизни уже нет, странная играет ситуация, то есть, только что она и была ему дороже всего, тут, как только он упал и разбился, это уже никому не важно, потому что на его место тут же родились десятки в мире замен, говорит, если так посмотреть, это самая дешевая вещь, и в то же время мы-то знаем, что это самая дорогая вещь по крайней мере для нас самих, в общем, у нас все, видите, у нас такой разговор очень любопытный, со всех сторон мы вокруг, вокруг темы важности жизни и важности момента, с платформах и также подписывайтесь на телеграм-канал, ссылка в описании. Субтитры сделал DimaTorzok